Всем привет! С вами Дики Зэм. Сегодня по вашим многочисленным просьбам покажу, как сделать риггинг персонажа в программе Cinema 4D с помощью Mixamo Control Rig и заодно разберем как добавить свою анимацию к анимации персонажа Mixamo. Почему именно Mixamo Control Rig? Потому что с ним риггинг можно сделать быстро и еще плюс уже с готовыми контроллерами. Mixamo Control Rig можно воспользоваться в версиях Cinema 4D R21 и выше. И если вы готовы, то поехали! На сервисе Mixamo выбираете своего персонажа или загружаете свой, как это делать я показывал в предыдущих видео. Добавлю к нему анимацию и сохраняю. Далее открываем программу Cinema 4D и далее загружаю скачанный файл с сайта Mixamo в формате fbx в программу Cinema 4D версии R21. 1 Вот так сейчас выглядит скачанная анимация персонажа с Mixamo. Тут находятся все кости персонажа. При активных файлов с Mixamo у нас есть анимация, при неактивных анимации нет. Сейчас при активных файлов с Mixamo мы не сможем ничего за анимировать. Да, программа нам не дает этого сделать. Но если мы перейдем обратно во вкладку tx и нажмем на файл и перейти к новому документу, оставив только файл с Mixamo, то видим, что сейчас мы можем поставить ключи и сделать какую-то еще дополнительную анимацию нашего персонажа. Далее заходим в тег весов и нажимаем вот на эту кнопку сброс позы. После чего захожу в таймлайн и отключаю анимацию. Далее захожу во вкладку персонаж, добавляю его. Тут я выбираю предустановку Mixamo control rig. Далее нажимаю рот, появляется вот такой вот круг. Нажимаю pelvis или pelvis. После чего зажав control и shift я нажимаю на ноги, leg. И зажав control и shift нажимаю arm, руки. Далее выделяю слои с руками и нажимаю hand. И к рукам автоматически добавляются кисти с пальцами. Отлично. В этом режиме я не могу редактировать контроллеры или кости. Для этого я перехожу в режим adjust. И в этой вкладке я уже могу более точно настроить рейгинг персонажа. Выбираю нужные мне точки и переставляю их на нужные мне места. Например, вот эту контрольную точку, где колено нужно сместить немного влево. Иначе у нас получится так, что колени будут сгибаться в зад. Кто помнит, полгода назад я делал ролик про рейгинг персонажа. Там что-то похожее было. Здесь же мы делаем риг с помощью mixama control rig. Он гораздо проще и гораздо интереснее. И у него есть больше возможностей. Если я сейчас за эти контроллеры начну что-то передвигать или перемещать, то видим, что персонаж наш остается на месте. Двигаются только сами контроллеры. Для того, чтобы привязать контроллер к персонажу, выделив слой root, нам нужно найти вот эту вот кнопку retarget all. что означает изменить цель и в тег весов мы переносим уже слой с нашим персонажем и далее нажимаем на transfer и теперь вот в этой вкладке мы видим, что вот эти все поля стали заполнены. Они были пустые до тех пор, пока мы не нажали на те две привязки и теперь за эти контроллеры мы можем двигать перемещать нашего персонажа. сейчас специально показываю вам, друзья, чтобы потом не было опять кучу вопросов, что у меня не работает то, у меня не работает то, у меня не двигается то, не работают пальцы, все двигается. если что-то у вас не двигается, вы значит что-то, друзья, сделали неверно. поэтому пересмотрите еще это раз видео и сделайте все шаг за шагом, как это сделал я. потому что после предыдущего выхода видео с риггингом очень было много вопросов. вот поэтому я вам сейчас показываю, что у меня сейчас все работает, все контроллеры действуют. если у вас что-то не работает, еще раз пересмотрите это видео и посмотрите, значит где-то вы допустили какую-то ошибку. у меня все последний финал отец кончен, если вы доходите. и выдаю на то, что внизу вы предложили, если вы не хотите. если вы получите, вы будете с вами, среди просимышлений, чтобы понимать пустимых, начал, было удобно выключить, я выпуская в зимы в мастер-мастер-мулядку и я договорюсь, но почему — потому что у вас не так всегдаmandает говарда, это больше не маленький, а не так всегда, на самом деле вы диктовой какой-то бумагу, я finding, чтобы работа у вас не выдержала, Продолжение следует... Продолжение следует... Допустим, сделаем анимацию поворота головы. Для этого ставлю ключ. Пропускаю немного анимации. Поворачиваю голову, ставлю ключ. Проматываю еще немного. И позицию убираю в ноль. И ставлю ключ. И посмотрим, что получается. Персонаж начал движение. Поворот головы и обратно. Соответственно, выбрав любой из этих контроллеров, вы можете также заанимируйте другие части тела. То есть, понятно, да? Выбирайте вкладку контроллеры, выбирайте контроллер. И в координатах вы изменяете положение и анимируете. Далее хочу вам показать, как можно привязать какой-нибудь предмет к нашему персонажу. Я выбираю меч, добавляю его в нашу сцену. И сейчас привяжу его к руке этого ниндзя. Далее выбираю слой с персонажем. Нажимаю контроллеры. И мне нужно выделить мой предмет, в данном случае меч. И с зажатым шифтом выделить контроллер на руке. И далее я захожу во вкладку персонаж. И выбираю добавить parent constraint. Тем самым, с помощью этого тега я привязал меч к кисти. И теперь видим, что меч двигается одновременно с кистью. Да, конечно, мы видим, что еще требуют здесь определенные настройки. Но, друзья, сейчас я хочу вам показать, как работать с контроллерами, где они находятся. Для этого переходим во вкладку компоненты. Выбираю, например, левую ногу. Вот она она. И внизу здесь мы видим вот эти вот ползунки. И изменяя положение ползунков, мы видим, что меняется положение той или иной части ноги. И слева есть также значок анимации. То есть мы также можем заанимировать все это дело. И вот так вот, выбирая вот эти слои ноги, руки, кисти, пальцы, мы можем изменять их положение с помощью вот этих вот контроллеров. И также, соответственно, анимировать. Конечно же, если нужно делать какую-то более, скажем, глобальную анимацию, то это нужно уже делать с помощью тех контроллеров, которые находятся во вкладке Controllers. И также с кистью. Также можем изменять ее здесь положение. И задавать положение даже каждому отдельному пальцу. Вот честно, по мне, тегригинг с помощью Mixamo Control Rig стал гораздо быстрее, гораздо удобнее, чем был раньше. Если вы научились уже работать с анимацией, которая находится на сайте Mixamo, то можно здесь очень легко делать свою анимацию, ригать своего персонажа, перекидывать на него анимацию и создавать интересные какие-то анимационные вещи достаточно легко и быстро. Действительно, этот ригинг сокращает время на анимацию в разы. Вот таким быстрым способом вы можете сделать ригинг и анимацию своего персонажа в Cinema 4D. Если тебе видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить следующее свежее видео. Всем удачи и пока!